Хей-хей-хей! Всем-всем привет от Кэт! Вот она я снова с вами! Хочу поблагодарить всех вас, кто пишет мне, кто скучает по мне, кто спрашивает, почему я пропала, почему я не выпускаю видео так часто, как я раньше это делала. И хочу сказать отдельное спасибо Танечке, моей виртуальной подружке, моей подписчице, которая со мною много-много уже лет, она меня смотивировала. Танюшка, привет тебе и твоим мальчикам! Спасибо большое! Наверное, благодаря ей, её комментариям, я сегодня с вами здесь в эфире. Я решила выйти, записать это короткое видео и рассказать, что творится в нашей жизни, в Америке и в моей личной жизни. Какие перемены? А перемены большие! Вы не поверите, что здесь происходит у нас в последнее время. Но, наверное, так же, как и у вас, всё кипятится, всё пузырится. И в Америке, вы знаете, я думаю, что из новостей вы это не узнаете, а узнаете только из моего канала последние события, последние происшествия, последние новости, которые здесь у нас творятся. А творится что у нас? Я даже не знаю, откуда начать, из чего начать. Ну, наверное, начнём с общих событий в стране. Как вы, наверное, знаете, а может быть и не знаете, в связи с последними событиями у нас происходит такое, что я даже не знаю, к чему мы идём. А говорю я сегодня о медицине в медицинской области, в медицинской сфере, потому что, кто знает, я работаю в одной из крупнейшей корпораций, медицинской компании, которая очень-очень у нас популярна, очень здесь большая. Это просто мега, наверное, компания у нас здесь. И последнее время вы знаете, что вышли новые законы. Если вы... Я даже не знаю, как всё это озвучить, чтобы меня не заблокировали опять, потому что, используя некоторые терминологии, я рискую быть заблокированной. Если вы не получаете вакцину, да, если вы отказываетесь, то вас увольняют. И у нас сейчас в нашем госпитале это именно и происходит. А происходит то, что 19 тысяч работников этой организации уже уволились по собственному желанию. У нас в стране, в общем, идёт такая нехватка медицинских работников, начиная от врачей, медсестёр, заканчивая абсолютно другими профессиями, которые тоже связаны с медицинской отраслью. Это просто, вы знаете, какой-то безумный бум. И я уже слышала много историй, что люди приходят в клиники, в неотложные... как неотложка, да, называется? Неотложка, много таких маленьких компаний. И им не могут оказать помощь, им не могут оказать какие-то, например, медицинские услуги в виде MRI, CT-скенов, просто обыкновенных X-ray, как это X-ray по-русски называется? Флюорография или что-то такое, потому что не хватает медицинских работников. И сейчас обстановка такая, что лучше не болеть, лучше не попадать в госпиталь, потому что это действительно страшно. Люди приходят за помощью медицинской, и им не могут оказать должного внимания и помощи. Это очень-очень даже страшно. Сейчас у нас появилась информация, что буквально завтра это последний день, когда корпорация дала возможность всем работникам привиться. Если они этого не сделают, они увольняются прямо в один день. И раньше кто-то мне еще писал, если, например, ты увольняешься, ты можешь подать потом на безработицу и сидеть благополучно, получать какое-то пособие. Это неправда. Здесь они обделали так законы, что если по этой причине, которые я озвучила, тебя увольняют, ты не сможешь получить никакую государственную помощь. Все. Это все у них взаимосвязано. И вот это вот происходит. Люди просто уходят. Люди переквалифицируются. Люди уходят в другие области, в другие направления. Покидают медицину. Я лично знаю очень много людей, которые даже переезжают в другие штаты, которые более лояльны ко всей этой обстановке. Ну и что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать про себя. Я уволилась тоже. Я уволилась тоже. Это буквально случилось сегодня. Сегодня у меня большой день. Да, я нашла себе новую работу, о которой расскажу вам немножечко, наверное, позже, потому что я сейчас абсолютно в начальной стадии. Какая здесь у нас система? Я нашла новую позицию, новую работу. У меня было интервью с менеджером этой организации. Я им очень понравилась. Ну, ещё бы, да? Я не понравилась бы. Я как светлое солнышко в наших печальных серых буднях здесь. И, конечно, они просто мне сразу по окончании интервью сказали, что они меня хотят. Хотя здесь это не делается. Здесь у нас, чтобы наняться на работу в Америке, это долгий процесс. Вначале обычно ты встречаешься с менеджером, потом ты встречаешься с директором, потом ты встречаешься ещё с кем-то, кто стоит выше. Обычно у тебя три интервью, и потом они совещаются и решают, подходишь ты им или нет. Сейчас у нас такая недостатка кадров в любой области, в любой отрасли. Вы не представляете. Ты едешь, идёшь по Америке, и везде, везде, везде висят плакаты, везде вывески. Help wanted, help wanted. То есть машины. Ищем, ищем на работу. Пожалуйста, приходите, приходите. И некоторые организации даже делают интервью по телефону. Представляете, даже не надо приходить и, как говорится, тет на тет иметь интервью. Организация тебя интервьюирует по телефону. И, в общем, что? Меня сразу наняли на новую позицию. Потом, какая система? Я должна была переговорить с вышестоящими организациями. Они должны мне сделать предложение официальное. Сегодня это произошло. Мне позвонили с утра, предложили позицию, огласили все условия. И они должны по телефону от меня услышать, принимаю я эти условия, принимаю это предложение или нет. После того, как я дала свое согласие, мне были выданы условия, что я должна делать дальше. Дальше я должна была сконтактировать своего менеджера и сообщить ей, что я приняла предложение с другой компанией и ухожу отсюда туда. После этого я должна сконтактировать своего будущего менеджера, сообщить в данной ситуации ей, эта женщина должна была сообщить ей, что я сконтактировала своего предыдущего начальника, она в курсе. И теперь моя будущая начальница должна контактировать мою будущую, бывшую начальницу. Я извиняюсь, просто так сумбурно отвечаю. Я надеюсь, вы, как говорится, можете следить за событиями всех наших этих местных законов. Они должны сконтактировать друг друга по телефону, по имейлу, чаще всего по телефону и договориться, когда моя, вот эта вот сегодняшняя начальница, может отпустить. А отпустить она меня сразу не может. По законам американским, по хорошим правилам, ты должна отработать два, две недели и потом переходить на другую работу. Но у нас сегодня, сегодня, на сегодняшний момент такая ситуация критическая, просто работников не хватает. И моя начальница, вы знаете, что, она меня не отпускает в течение месяца. Я в течение месяца должна буду отработать на своей нынешней работе и только после месяца она меня может отпустить. Ну и что вам хочу сказать, я сразу почувствовала, я общалась со своей начальницей сегодня через имейлы. Я почувствовала ее недовольство. Она была, конечно, очень-очень разочарована, что я ухожу. Я такой ценный товарищ, ценный работник. И между строчками я могла прочитать, что она была очень апсет, как говорят здесь в Америке. Апсет это очень обиженно, расстроено. Ну, о, вэл, тем не менее это случилось. Подробности я вам все обязательно расскажу и покажу, где, что, откуда я ушла и куда я пошла и чем я буду заниматься. Я очень рада. Я очень рада. Я не могу дождаться передо мною новые возможности, новые excited по-английски, очень такие, вы знаете, интересные-интересные моменты в моей карьере. И я очень счастлива, что я вам могу сказать. Сегодня, между прочим, хочу вам показать свой аутфит а-ля спортивный. Кто знает, я очень люблю фитнес, я веду очень подвижный образ жизни, я постоянно нахожусь в движении, я влекаюсь йогой, зумбой, я люблю все, что связано с спортом. И у меня сегодня вот такой спортивный аутфит. Аутфит абсолютно с одной компанией. Я не хочу называть названия, потому что не хочу рекламировать. Они мне за это не платят никаким образом. Просто я люблю качество, я люблю, как это все на мне сидит, я люблю абсолютно эту компанию, потому что она, я считаю, что номер один здесь в Америке. Намекну вам, конечно, там есть слово лимончик, лимончик. Больше ничего не могу говорить, кто знает, кто здесь в Америке наверняка знает эту компанию. Кто нет, может быть, вы можете погуглить, посмотреть, найти, но вот тем не менее у меня леггинсы с этой компанией. маечка оттуда же и вот такая вот, я не знаю, как это называется, кофточка, наверное, и я вот такая вот еще летненькая. У нас погода просто шепчет, у нас погода просто супер, у нас тепло, красиво, я еще вся вот в такой, видите, зеленой красивой атмосфере. Надеюсь, что у вас еще нету снега, что вы еще не замерзаете, если вам где-то пасмурно и дождливо, я вам посылаю немножечко, немножечко тепла, добра, хорошего настроения, и в следующем видео я вам очень-очень многое расскажу и покажу. А на этом я буду с вами прощаться, это была ваша Кэт, я не говорю прощайте, а говорю до свидания, и скоро-скоро совсем-совсем мы с вами увидимся. Я вас всех люблю и целую. Пока! Пока!